Всем привет. Александруполис, город на северо-востоке Греции, в Афракии. Административный центр одноименной общины и периферийной единицы Эврос в периферии Восточная Македония и Фракия. Расположен на высоте 10 метров над уровнем моря, на побережье Эгейского моря, в 15 километрах к западу от устья реки Эврос, недалеко от границы с европейской частью Турции и Болгарии. В городе находится кафедра Александрупольской метрополии Элладской Православной Церкви, Кафедральный собор Святого Николая. Население 57-812 жителей по переписи 2011 года. В 7 километрах от Александруполиса находится международный аэропорт Демокритас. В городе расположена железнодорожная станция Александруполис на линиях Александруполис, Свиленград и Салоники, Александруполис. Александруполис, один из самых молодых городов Греции, однако, стоит он на руинах города Саля, основанного выходцами из Самофракии, о чем упоминал в своих трудах Геродот. Сегодняшнее месторасположение города связывают с древним городом Сали, который, согласно Геродоту, впитив. До нашей эры был одним из городов Самофракийской Пёре. В 1847 году на месте нынешнего города, тогда на территории Османской империи, существовал караульный пост, пресекавший контрабандистов. В 1876 году рыбаки из окрестных сел основали здесь небольшое село, нареченное Дидиагоч, по имени турецкого дервиша Деди. Название имеет турецкие корни и переводится как дерево старца или дерево отшельника. Согласно легенде, в тени дуба старый и мудрый дервиш наставлял своих учеников, здесь он был позднее похоронен. В 1870 году началось строительство железнодорожной магистрали, соединившей Константинополь с Адрианополем, Южной Македонией и Салониками. Сооружение этой железной дороги должно было модернизировать Османскую империю, поэтому были наняты ведущие специалисты из Австро-Венгрии. Действительно, она дала мощный толчок развитию города. Деди Агач был занят русской армией в 1877 году, во время русско-турецкой войны. Русские войска оставались в городе вплоть до Берлинского Конгресса. Русскими инженерами-градостроителями был разработан план благоустройства города. Акцент был сделан на проектирование широких улиц, дающих войскам свободу передвижения. Улицы идут параллельно друг к другу, что очень не похоже на узкие переулки, мощеные улицы и тупики, характерные для османских городов того времени. Широкие бульвары сориентированы вдоль или перпендикулярно морскому берегу. С участием русских инженеров был построен Деди Агачский маяк. В 1883 году Деди Агач стал центром Санджака, в составе Вилоэта Эдирня. В 1888 году, по настоятельному требованию местных болгар, в Деди Агачи было открыто архиерейское наместничество болгарской экзорхии. Первым наместником был назначен Никола Шкутов, в 1893 году его сменил дойчин запрев. В 1892 году в Деди Агачи была открыта болгарская церковь святых Кирилла и Мефодия. Большую часть средств на ее постройку предоставили братья Васил и Райчи Ковачевы из Райкова, Петка Бабев и Брайан Калаянов из Даганхисара. Сейчас болгарской церкви Кирилла и Мефодия в городе нет. В ее здании ныне находится греческая церковь С.В. Элифтерия. Храм был капитально перестроен в 1955 году, и все, что могло напомнить о его былой принадлежности к болгарской экзорхии, греческие шовинисты старательно уничтожили. К концу 19 столетия город стал региональным центром. В 1897 году через Деди Агач проследовал маршрут Восточного Экспресса. Когда в том же 1897 году вспыхнула греко-турецкая война, Османская империя и Болгария договорились об открытии болгарского торгового представительства. Первым представителем был Иван Хаджидиметров, вскоре его сменил на этом посту секретарь Дика Явев в ранге временно управляющего, но уже в 1901 году агентство было закрыто. В 1900 году, согласно Анастасу Разбойникову, в Деди Агачи было 5400 жителей. Имелось 555 греческих домов, 320 турецких, 45 болгарских, 60 армянских, 30 еврейских, 30 цыганских, 15 влажских и 30 прочих. В тот же период открылось болгарское училище. В 1896-1900 годах. Здесь учительствовал Кирилл Савичинов, в 1900-1901 годах учителями были Иван Лепошлиев, Ад. Дунчев, Иван Чантьев, Атанасов и Фония Ташкова, жена Георгия Севреева из Адрианополя. В 1901-1902 годах двоих учителей заменили Георгий Василев и Д. Стамбалов, который вскоре был изгнан и заменен Николой Лулчевым. В 1902-1903 года добавились новые учителя Ралю Стоянов, Иван Грудев, Стефан Николов, Александр Стойков и Елизавета Шопова, а на следующий год появился новый учитель Георгий Димитров из Скрибатна, двойной тезкой известного коммуниста, который заменил Грудева на посту главного учителя. На 1905-1906 учебный год в Диде Агачи функционировало уже три болгарских училища. Два основных и одно трехклассное святых Кирилла Мефодия. В 1909 году мэром Диде Агачи впервые избран болгарин Никола Табаков. 8 ноября 1912 года Диде Агачи и его железнодорожная станция были освобождены болгарскими войсками при поддержке греческого флота. Болгария и Греция были союзниками во время Первой Балканской войны, но стали противниками во Второй Балканской войне. Город был занят греческой армией 11 июля 1913 года. По условиям Бухарестского мира 10 августа 1913 года, Диде Агач был присоединен к Болгарии наряду с остальной частью Западной Фракии. В сентябре 1913 года, по окончании Второй Балканской войны, около 12 тысяч болгарских беженцев нашли временное убежище в предместиях города. Они были из 17 различных деревень со всей Западной Фракии, где спасались от этнических чисток. В марте и июня 1914 года Диде Агачский порт принял 10 пароходов с эвакуированными из турецких пределов многострадальными малоазийскими болгарами. Поражение Болгарии в Первой мировой войне, 1914-1918, стало причиной существенных территориальных изменений. Болгария по Нейскому договору уступила часть Западной Фракии Греции, однако сохранила за собой право транзита грузов через Диде Агач, чтобы транспортировать свои товары через Эгейское море. В 1920 году город посетил король Греции Александр I, в честь которого он по решению местных властей был именован Александруполис, хотя первоначально предлагалось название Неаполе как нового города-королевства. В 1941 году нацистская Германия предоставила своей союзнице Болгарии возможность аннексировать город. После победы коммунистов в Болгарии, Александруполис в октябре 1944 года был занят подразделениями Народно-освободительной армии Греции. Элос Александруполис сильно пострадал в период Гражданской войны 1946-1949 годов. В 1951 году началась реконструкция города. В городе расположен один из крупнейших портов Греции. Община Александруполис создана в 1924 году. В сообщество входит три населенных пункта. Население 58125 человек по переписи 2011 года. Площадь 149,852 квадратных километров. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения и удачи.